ПЕСНЯ Я всегда спрашиваю, когда рождается маленький ребенок в семье, и почему-то родители вбили себе в голову, что надо бежать и получать вот эту бумажку, которая называется свидетельство о рождении. Что в жизни ребенка решает свидетельство о рождении? Ребенок без этой бумажки дышать сможет? Может. Кушать научится сам, рожку держать в руке. Ходить сможет, ножками топать по земле. Первые шажки сделать. Зачем тогда брать бумажку? Сможет сделать? Сможет. Зачем она ему нужна эта бумажка, этому ребенку? Что она решает в его жизни? Почему все родители бегут за ней? Ведь ни у кого в голову не приходит ни те не получать эту бумажку для своего ребенка. Зачем она нужна, как вы считаете? Я имею в виду нормальных родителей. Я там не говорю про аморальных или... Которые бросили ребенка и избежали. Но мы говорим о нормальных родителях. Все идут и получают. Для чего нам нужна эта бумажка? Жак, ложь. Не забывай. Нет, чтобы он стал гражданином страны. Вот. Она определяет статус человека в обществе. Его права и обязанности. Не просто так положим. Ну раз положим, значит так надо. Правда? Она определяет его права и обязанности. Кто ты в этом обществе? Он имеет, соответственно, этой бумажке, право быть гражданином этого общества. И еще право на существование. Как бы это странно ни казалось, но это определенное право на существование в этом обществе. Однажды просто мы поехали за границу. У нас была там командировка. И мы решили ехать туда с детьми. И вот мы паспорт получали раньше, а так как мы решили ехать с детьми, нам туда в другом уже отделении милиции вклеили печать. Вклеили фотографию, поставили печать. И вот мы приезжаем на границу. И нам говорят, слушайте, а у вас печати разные. Вот, Михаил, на твоей фотографии номер такой-то, а на фотографии твоих детей такой-то. А в чем разница-то? Печати разные, уже вопрос возник. Не-не-не, молодой человек обращается ко мне. Дети – это достояние государства. Раз у них есть свидетельство о рождении, просто так теперь ты их вывезти из страны. Не можешь, чтобы там их может продать или еще что-то с ними сделать. Пишите объяснители, почему у вас разные печати. Мы не выпустим ваших детей, потому что это достояние, представляете? Достояние государства. С одной стороны, мы так вообще еще здорово. Сначала возникли, потом думают, что здорово. Пускай в таком маленьком, но государство хоть как-то заботится о том, чтобы дети там… Были достоянием нашего государства, понимаете? Ну, оставим эту тему, но смысл такой, что… Вот смотрите, если это гражданский брак, или давайте называть так, сожительство, практически у них нет ни прав, ни обязанностей, ни права на существование в этом государстве. Я всегда говорю, когда вот приходит такой молодой человек ко мне, или там мужчина, я говорю, определись, она тебе кто? И ты ей кто? И ты ей кто? Приходит просто однажды мужчина и говорит, у меня вот жена, может тебе позволить там щени приготовить, носки не постирать. Иногда даже вообще домой не приходит, раз, у мамы заночует. Причем не звонит, ничего не говорит, просто я ей звоню утром, например, там, на работу, ищу ее, потому что ну ночь, не пришла ночевать домой. Начинаю сгнать. Она там либо у мамы, либо уже на работе. Говорит, а в чем проблема-то? Я говорю, подожди, а сколько вы уже женаты? Он говорит, ну мы не женаты, мы вот вместе живем уже 8 лет. Я говорю, стоп-стоп, то есть вы вообще что не женаты? Нет, ну я ее называю женой. Я говорю, ты назови ее хоть королевой Викторией. Она от этого королевой не становится, Викторией. Она тебе кто? Ну, Михаил, у нас гражданские браки не запрещены. Я говорю, я не разговариваю с тобой о несовершенстве нашего законодательства. Я говорю, с тобой вот о чем. Она тебе кто? Вот сейчас. Ну вот, если бы у нас были дети, я бы на ней женился. А сейчас что жениться-то? Мы живем нормально. Я говорю, подожди, то есть ты хочешь сказать, что за 8 лет у вас такого ни разу не было, что там был ребенок, она забеременела. Не, ну было, конечно, два раза, но нам еще рано было жениться в тот момент. И мы просто вот аборт сделали. Я говорю, подожди, то есть ты сам своими словами дал разрешение четвертовать ребенка, убить его? Михаил, у вас в стране аборты не запрещены. Я не разговариваю с тобой о несовершенстве законодательства. Чувствуете, маска проекции, вообще на все 100 работают. Я с тобой говорю, что ты сам дал разрешение убить этих детей. Чего ты боишься, почему вы до сих пор не поженились? Что тебе мешало вот тогда пожениться, жениться на ней? Ну, понимаешь, а зачем мне это надо было? Я говорю, давай начнем опять сначала. Она тебе сейчас кто? Ну хорошо, ладно, любовница. Я говорю, так давай с тобой поговорить на чистоту. Любовница по ресторанам водит, золотые украшения дарит, а ты ее заставляешь носки стирать. Это не честно. То есть, понимаете, то есть вот эти вещи просто важны. Почему, говорю, вы тогда не поженились? Ну, понимаешь, мне так проще, мне вот у меня что-то не понравилось, я ушел. То есть, ему нравится быть мальчиком. Да, в свои там 30 с лишним лет он поддерживает. То есть, вот этот вопрос, ответьте на него. Она тебе кто? Когда вот мы разговариваем с такими парами, ты ей кто? Ну вот, женщина тоже по дому подобию переходит, вот муж, точно так же позволяет себе, дом нечевает, туда пойдет, туда. Я задаю такой же вопрос, а сколько вы женаты? Ну, там, 5 лет. Живем. Так он вам не муж? Ну, как не муж? Я его мужем называю. Ну, по одной и той же схеме всегда идет разговор, знаете, вот тоже неинтересно порой становится. Делается, вот как будто все запрограммированные. Хоть принц Альберт, он тебе кто вообще? Ну, сожитель. А, нет, сначала так она мне сказала, первая женщина. Он отец нашего ребенка. Я говорю, знаете, я не спрашиваю, кто он вашему ребенку. Не надо вот такого пафоса. Я спрашиваю ребенку, он отец, а вам он кто? Вам он кто? Ну, сожитель, ну, сожитель. Понятно. Давайте так подумаем. Можно ли, что вы можете требовать со своего сожителя вообще? Все, что вы от него требовать можете. Это, чтобы он поплатился постой. В лучшем случае. За стирку носок. Да, что, когда он там у вас живет. И там, за ваши кухарские какие-то моменты, которые вы его кормите. За тело, которое вы. За тело, которое вы предоставляете. Он вам деньги дает? Ну, да. Все. И говорю, изумительный сожитель. Он вам платит за тело, которое вы представляете. Понимаете? Что вы от него еще можете требовать? Все, все. Он вам платит за это? То есть, понимаете, вот эти вот вещи. Потом, по поводу сожительства. В каком-то 2002 году, да, перепись у нас была? Население. Вы знаете вообще, один раз всего в программе «Время» эту вещь сказали, больше не говорили. И то так поулыбались на дне, а потом закрыли ее. Но, правда, в интернете она осталась, эта новость. Оказывается, согласно вот этой переписи населения, у нас в России замужних женщин в полтора раза больше, чем женатых мужчин. Знаете, как получилось? При всем при том, что у нас многоженство запрещено. А знаете, почему это получилось? Потому что, если вы помните эту перепись, приходили и спрашивали, замужем, не замужем, паспорт не просили. Просто на слово верили. И мужчина говорил, что он женат только в том случае, Если у него есть печать. То есть факт. Мужчина фактами. Вот он факт, я жена, все. А женщина, если она имела хоть мало-мальски какому-нибудь мужчинку рядом, да? Она считала себя замужем. У меня же есть мужчинка. Сколько? В два раза? В полтора раза. Представляете? Это вот общий признак. Причем интересно, что вот об этом сказали в один раз. Колокола бить не стали. Почему-то. А потому что вот этого безобразия, ну это, назовем, черное пятно, сейчас уже настолько стало вот обыденность. Коммун мэридж? Да, коммун мэридж, обычным мраком. Что вообще это страшная речь происходит. И то, что это на самом деле так, вы знаете, опять убедились мы вот как были. У меня одна ученица пришла ко мне на частный урок. Вот мы с ней позанимались. Ну я знала, что она замужем, там за ней муж приезжает, там у них собака, у них совместное там хозяйство. Они вместе собрались ехать за границу, заработать денег. И вот она ко мне, значит, занималась с Невской кровью. Говорит, ну вы знаете, вот у меня муж тоже был, ему надо английский. Он какой-то такой бестолковый, и тот сколько собирался, бесполезный. Я говорю, вижу, что в общем, вы его научите, у вас прям такая хватка железная. Можешь, говорит, там к вам будет ходить? Я говорю, ну пусть придет, давайте попробуем. Ну они занимались отдельно, потому что у них разный совершенно был уровень языка. И вот ее муж приходит, значит, мы с ним беседуем, доходим до темы семья. Я должна ему дать какие-то слова по этой теме, я ему даю два слова среди прочих. Single – это неженатый, married – женатый. И он про себя говорит. I am single. То есть я хвостой. Я думаю, наверное, перепутал человек два слова, да? Я ему еще раз объясняю. Married if you have a wife. То есть если есть жена. А, single if you have no wife. То есть сингл – это если нет жены. Он говорит, если есть, I am single. Да, я не женатый. Вот он для нее муж, а она для него вообще, он single. И даже общая машина, общая собака и общий бизнес не определяет его статус женатости. Он хвостой. То есть вот эту вот вещь нужно четко просто для себя понять. Потом, еще, что важно в этой ситуации, что вот это черное пятно не только сексуальные отношения, как таковые, вот я имею в виду половой акт, но мы всегда говорим о молодежи, в церквях сейчас очень развито такое черное пятно, как петинг. Это акт. И вроде бы остаются и она девственницы, потому что это кое-вы есть физиологический. И он говорит, а я тоже вот, я же у меня не было, как такового полового контакта не было, полового акта. Но тем не менее, они уже не девственники в мыслях своих. Петинг – это ласкание друг друга под одеждой. И доведение друг друга до оргазма. То есть практически… Получение вот удовольствия от ласкания друг друга под одеждой. И такие парочки точно так же находятся вот в этом черном пятне. И у них последствия их последующей жизни те же самые, что и у тех, которые имели вот сожительство. Он же психологический. И нам часто говорят, ну это же можно легко ликвидировать. Мы же решили пожениться. Мы же с ним поженились. Но подумаешь… Я когда, говорит, с ним разговариваю, он сказал, что он хочет жениться, он когда-нибудь женится. Я говорю, вы знаете, вот у меня сынишке 4 года, он тоже когда-нибудь женится. Вот вы сейчас его спросите, он скажет, да, я буду женат. Более того, когда мы были в одном лагере, помнишь, там маленьких дизишек опрашивали, кем ты хочешь быть? Ну, кто-то говорил, там, водителем, там, врачом. Кто-то к смонавтам. К смонавтам. Да, он женится, у него будут дети, он будет родителем. Но это не значит, что уже сейчас он может с кем вступать в половые контакты, потому что он когда-то женится, может быть, даже на этой девушке. Ну, это несерьезный вообще разговор. Нам не безразлично современная церковь. И у нас есть, что ей предложить. Поддержите наш проект «Молитва и финансами». Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.3wtvseminary.com Были мы вот в одной церкви, уже рассказывали, как там у служителей, дочки там еще совершеннолетние, где-то 15 или 16 лет, парень, значит, у других служителей, сын, ему уже за 20, вот они дружат уже месяц, 3,5 года. То есть практически из 12 лет у них уже такие тесные, тесные отношения. И они уже и целуются, и говорят родителям, целовались, и целоваться будем, причем уже давно, и там и не только целование идет, не только поцелуй. Вот. И родители, значит, не знают, что делать, ну, хотя бы пусть дома, хотя бы под нашим контролем. Они это делают. Может уж не скатятся совсем и окончательно. Да. Ну, естественно, там уже было не только, как бы поцелуи. И когда мы разговаривали с молодыми людьми, кстати, после вот этой лекции, которую сегодня вы услышали, ну, все, продолжение, они к нам подошли и сказали, знаете, мы поняли, что нам что-то надо делать. Скажите, что? Мы говорим, ребят, понимаете, перед вами, в общем-то, выбор-то не дальше. Вот у вас сейчас возникло это черное пятно. Поэтому у вас всего лишь навсего один выход. Точнее, ну, грубо говоря, два. Первый – это продолжать все как есть. И все само разрушено. И тогда вы будете катиться в эту пропасть греха. Дальше и дальше. Даже, они говорят, ну, ведь мы же все равно распишемся. Даже если сейчас распишемся. Я говорю, понимаете, печать в паспорте вот на этом этапе ничего не решает. Она просто узаконит... Ваше сожительство. Ваше сожительство. Вы будете узаконенные любовники, сожители. Просто вы же привыкли друг на друга смотреть, как на сожителей. Это здесь. А потом вы стоите печать в паспорте, и вот к этому, будем так говорить, отношению пользователя добавится еще, а он еще и должен. То есть я-то остался сожителем, но она мне уже жена. То есть я ей ничего не должен, но она-то мне должна теперь многое. Статистика по Москве за прошлый год. Может быть, вам тоже будет интересно. Изучалось 100 пар... Ну, будем так... Изучалось больше. Больше, но взяли как 100%. Вот из 100% поженились... Только 15. Только 15 те, которые находились в сожительстве. Из этих 15... Вступили в законное отношение. То есть 5 лет остались в браке всего... Треть. Треть. То есть 5. То есть дальше уже просто не проводились как бы исследования. Вы, наверное, слышали так, Чех? Ну и как эти 5 жили сожителями? Вот как говорят. Вот жили с сожителями, было все хорошо, расписались, как кошка собак, и разбежались. Почему так бывает? А потому что требования увеличились, а своих колодок... А отношения друг к другу осталось. Не вносятся. Ожидания большие, а притязаний никаких. Пользователи, да. Понимаете, все. И статистика неумолима. 95% таковых распадают в течение 5 лет. Что бывает на 6-й год, статистика пока молчит. То есть люди не хотят на себя брать ответственность? Если изначально это произошло, все. Изначально они не взяли ответственность. Поэтому, когда, знаете, вот нас немножко напрягает, когда, скажем, в церквях постарай, или там вообще кто-то священный служитель советует таковым, ну вы распишитесь, хоть грех свой снимите. Вам нужно обязательно... Вот мы сейчас дальше посмотрим, что делать. Ну да, вопрос, что же делать? Вообще так все безвыходно. Вот посмотрите, покаяние перед Богом и перед сожителем. Если пара жената, в скобочках себе там подпишите, у них должно быть еще покаяние перед выросшими детьми. Перед детьми и перед родителями. Вот два момента нужно дописать, в скобочках. Если пара жената, то покаяние перед детьми, ну, естественно, если они достаточно взрослые, пойдут, о чем идет речь. Ну, не меньше 10 лет. О чем идет речь? Хотя бы, да. И перед родителями. И вот однажды у нас была такая пара на консультации. Они у них, когда мы с ними беседовали, у них это было. У них уже свадьба была назначена, все. Мы говорим, понятно, что вы сейчас уже не можете расстаться, вот так как мы советуем, то есть на полгода расстаться, разбежаться, то есть у вас уже все. Они не хотели этого делать. Мы говорим, тогда вам нужно сделать что? Покаяться перед Богом? Покаяться друг перед другом? Они говорят, мы это обязательно сделаем. И еще покаяться перед родителями. Они говорят, а это-то зачем? Это наша проблема. Мы говорим, нет, вы должны это сделать. Потому что, ну, вот я растил дочку. Такое нежное создание, такое прекрасное существо. Представляете, что переживает ваш родитель? Появился этот хахаль. И ее совратил. Совратил мою маленькую дочурку. Даже если вы поженитесь, и даже если я в словах благословлю вас, как я буду к этому молодому человеку относиться? А я как мать, которая растила. Понимаете, я, конечно, мы понимаем умом, что виноватый ум. Или я растил своего сыночка, да, вот этого мужчину, который отвечает за свои поступки. А тут появилась она, эта пиглица. Совратила моего сыночка духовного. Понимаете? То есть перед родителями обязательно должно быть покаяние. Но это речь идет о верующих. Если родители не верующие, допустим, все равно. Все равно. Папа, мама, там, да. Простите меня, Вера Петровна Иван Иванович, за то, что я... Позволил. Позволил себе воспользоваться телом вашей дочери, когда не имел на него права. Простите, это было не по-мужски. Или я разрешила себе воспользоваться моим телом, говорит девушка, и позволила вашему сыну быть не мужчиной, а самцом. Я его, в общем-то, в это толкнула. Простите меня, пожалуйста, что вот я вашего сына вот так с ним поступила. Простите меня. Понимаете, тут не надо говорить грех, не грех. Тут даже когда мы общаемся с верующими людьми, нужно называть все своими именами. Помните, вы вчера об этом говорили? Если вы назовете все своими именами, не так вот абстрактно. Грех. Это грех. Кто с этим спорит? Это и неверующие понимают. А говорить конкретно. Просто вот интересно, была у нас вот такая ситуация. Были мы в Латвии и проводили такой вот семинар для молодежи в православном монастыре. Вот. У нас даже есть фотография там среди образов, вот молодые люди, вот мы с ними такой семинар проводили. И вот батюшка этой церкви, отец Виктор, он слушал внимательно, а потом к нам подошел, говорит, знаете, мне очень хочется к вам одну пару привезти на предбрачную. Ну, говорит, у них уже в воскресенье свадьба. Говорим, ну тут предбрачная, уже поздно. Говорит, я просто хочу, что вы с ним побеседовали. И он нам ничего не сказал. Вообще очень мудрый человек, ничего не сказал. Просто говорит, хочу, что вы побеседовали. Мы с ними буквально 10 минут стали говорить и выясняем, что они входят в свадьбу, имея вот это. То есть она уже в положении, им просто нужно теперь пожениться. Да? То есть, вот посмотрите, вот здесь вот, если вы прочитали дальше, что нужно делать, если в ловушке чуженит им, покаяться перед Богом сожителем, разорвать отношения, а потом начать все сначала. В их ситуации разрыв отношений уже не работает. То есть так же, как не работает, если пара уже жената. Но первый пункт, не от меня, но плюс добавляется еще, покаяние перед родителями. И вот мы говорим, вы должны это сделать. Они, нет, это наша проблема, это наши дела. Между собой мы уже раскаялись. Мы уже решили для себя все. Пред Богом мы тоже раскаялись, мы с батюшкой помолились, все, мы чисты пред Богом, пред батюшкой, пред церковью, друг перед другом, все. Зачем перед родителями? Ну мы вам объясняем, знаете, не слышат нас. Это стыдно, это неприятно. Что происходит? В воскресенье, значит, приезжает большая свадебная процессия вот к этому монастырю. Она в первом платье вся, такая красивая, он тоже такой божественный. А отца Виктора нет. Свадьбу назначил он в 12, его в 12 нет, пол первого нет. Ему звонят, а его там задержали на службе сначала. В регион был. В другой церкви. И потом, когда он уже ехал обратно, попал в пробку и стоит. И вот полчаса его нет. Назначен там на час дня было венчание, а его нету. Пол второго нет. А там жара, все гости в поту, всем потно, жарко, волнуются. А нету отца Виктора? Час его нет, два часа его нет. И тут мы подходим к этим ребятам, мы говорим, ребят, а вам не кажется, что это все неспроста? А вы попросили прощения у родителей? Они молчат. Мы говорим, знаете, а может быть, вот Бог специально подойдите сейчас. И вы знаете, вот видимо, они уже были к этому готовы. Видимо, просто от нас требовался вот этот толчок. Вот мы отошли с межной стороны, вот наблюдаем. Мы говорим, конечно, это вам решать, потому что, простите прощения, мы вас не можем давить. Это вам решать. И мы сказали просто об этом, отошли в сторону, и мы смотрим, и мы сначала пошли к ее родителям. Не знаю, какие они слова говорили. Смотрим. Тушь потекла. Тушь потекла и у мамы, и у всех. Там, значит, и слезы. Все обнялись, плачут. Тут, значит, подходят те родители. Ну, всем-то интересно, что же такое происходит. Смотрим, они с ними разговаривают. Там такая же точно реакция. И подъезжает машина отца Виктора. Он так вот посмотрел на нас, посмотрел, улыбнулся. Он понял, что произошло. Вот и говорит, так, вам полчаса, чтобы восстановиться и заходите в храм. Носики приплыли. Да, носики приплыли. Понимаете, ну вот это нужно сделать. И так. Просто так черное пятно не уходит. То есть, что нужно сделать? Покаяние перед Богом, друг перед другом. Если есть дети перед детьми и перед родителями, перед родителями в любом случае тоже. Потом, если не женаты, разорвать все отношения. Хотя бы полгода вообще не встречаться друг с другом. Почему полгода? Потому что вообще есть такое, если вы читали, вот вообще пастырство или душепопечисиство в горе. Полгода это средний срок, когда человек отходит от состояния горя и утраты. И он способен жить дальше, мы будем так говорить, в обновлении и в заключении урока. Полгода это средний. Но это даже принято. Это даже принято. Да. Да. Знаете, даже в законе законе это узаконено. Это время, которое позволяет человеку восстановиться и не мстить тому, с кем произошло расставание. И мстить себе. Не мстить самому себе, не мстить тому человеку. Восстановить свои чувства, свои эмоции. и через полгода начинать строить все заново. И не обязательно с этим человеком. Или с другим. Может быть, это будет совсем другой человек. А может быть, и этот. Но все начинать сначала. И на эти полгода запрет на какие бы то ни было отношения вообще с противоположным полом. Запрет. Полный. Только таким образом происходит внутреннее восстановление. То есть, как бы, вот это вот нужно обговаривать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok